Всех приветствую на моем канале. Сейчас 5 часов утра, ночь с 8 на 9 октября 2022 года. Да, у меня ровно через неделю, загружу этот ролик завтра, сейчас ночью запишу, завтра загружу, вы его увидите. Исполнительских фортепианных, которые, возможно, когда-либо были в истории. И в моей жизни точно, потому что я собираю всего фортепианного Скрябина за одни сутки, даже меньше. Это будет с 12 дня до полуночи. Я уже рассказывал немножко об этом моем замысле. Ролик на моем канале и в Дзене, и в Ютубе есть. Посмотрите. Там анонс, там есть ссылка на, собственно, билеты, как туда попасть. Она будет и здесь, в описании. Так что переходите, если кому интересно. Приходите. Сейчас занимаюсь, сижу, занимаюсь ночами, днями практически постоянно, потому что это настолько огромный объем текста, который нужно держать в голове, который нужно доучивать. Что, ну, времени просто не то, что не хватает. Ощущение времени у меня сейчас в этот период какое-то вообще совершенно особенное. Уникальное, наверное. Не знаю, повторится ли еще когда-нибудь что-то подобное в моем жизни. Ну вот решил немножечко рассказать на своем канале об этом проекте, о том, что это такое, почему я вообще этим занимаюсь. И насколько это сейчас уместно. Вот даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, вот с конца начну. Насколько это сейчас уместно? Ведь мы сейчас переживаем такие, ну, достаточно тяжелые времена. Напоминаю, сейчас октябрь 2022 года. Ну, для тех, кто, может быть, в будущем этот ролик смотрит, это видео. И особенно вот у нас в стране и на всем русскоязычном постсоветском пространстве присутствует, естественно, огромная тревожность. Тревожность относительно вообще завтрашнего дня. Относительно того, что произойдет вообще с миром. И что будет происходить конкретно в твоей жизни, в жизни конкретного человека. Вот. Ну, у меня тоже есть, естественно, эта тревожность, потому что все очень непредсказуемо. Есть, конечно, люди, которые, так сказать, пытаются, ну, или, может быть, действительно, ну, толстокожие люди же существуют, да, которые либо пытаются, либо на самом деле, ну, являются или выглядят спокойными. И, ну, возможно, они себя чем-то успокаивают, но я, как человек творческий, я склонен к эмпатии, поэтому, ну, вот как-то очень так болезненно воспринимаю все происходящее. Но, как я вот говорил в одном из моих предыдущих роликов, где, собственно, и анонсировал этот вот свой большой проект, я вспоминал Федора Михайловича Достоевского, утверждал, что красота спасет мир. И вот, да, это действительно так. Я решил для себя, что сейчас лучшее, что может сделать художник, лучшее, что может сделать человек творческий в этом мире, это творить максимум позитива и насыщать мир творчеством вообще по максимуму, как можно больше. Причем, говоря о позитиве, позитив такой, избитый немножко из слова, я скорее имею в виду свет. То есть насыщать мир светом. И даже вот если говорить о построении моих последних концертных программ, то я стараюсь сделать уклон именно в эту сторону. Вот в марте-феврале этого года тоже мы все болезненно восприняли то, что началось в мире, то, что началось у нас. И да, это черное мессо. Я об этом уже несколько раз говорил в нескольких видео на моем канале того периода, полугодичной давности. Я неоднократно повторяю это словосочетание. И я менял программу своих концертов. Я ставил туда как раз-таки черную мессу, девятую сонату Скрябина. И у меня была идея, что лучше прочувствовать черную мессу через искусство, прикоснуться к этому, как к некой такой вакцине, прививке, чем участвовать в черной мессе в жизни. Ну, а сейчас я решил, что нужно вообще от этого абстрагироваться. Ну, не то, что абстрагироваться, нужно дать некий противовес. И поэтому, в частности, поэтому вот один из моих последних склянинских концертов, который прошел 30 сентября в Московской консерватории в Малом Зале, я закончил четвертой сонатой. 30 сентября тоже был наполнен разного рода событиями. одним из актов черной мессы. И я решил, что должен быть некий островок, некий островок творчества, искусства и света. Недавно тоже вот переслушивал первую часть седьмой симфонии Брукнера. Там тоже очень много света. И об этом я тоже отдельный ролик записал. Наверное, он выйдет, скорее всего, на Бусти вначале, а потом, может быть, и на Ютубе. Кто не подписан, подписывайтесь на мои каналы в Ютубе, в Дзене и на Бусти тоже. Все ссылки, так и ссылки на билеты, на грядущий мой концертный проект, они будут в описании. Вот, и поэтому, мне кажется, в связи с тем, что я сказал только что, мне кажется, что вот этот мой проект с исполнением всех фортепианок сочинений Скрябина, он очень будет сейчас кстати. Не знаю, как я его выдержу, но сейчас об этом тоже поговорим. Вот, что еще я хочу сказать на эту тему. Конечно, многие сейчас мне зададут вопрос, а зачем вообще это все нужно? Вот зачем играть за 12 часов всего фортепианок с Крябина? Ну вот, какова мотивация это делать? Это безумие. Ну, действительно, это безумие, потому что я вообще не представляю, как у меня это получится уже через неделю. Но я отвечу так, тут все просто. Мне предложили, мне предложили не в Москве, а в другом месте сыграть не за 12 часов, а за 24, то есть на протяжении суток, за два дня всего фортепианок с Крябина. И я подумал, подумал и согласился. Ну вот, и в Москве я решил, что это нужно сыграть тоже. Договорился с замечательным местом, которое называется ДК Рассвет. Я уже там выступал не так давно, играл в богателе Сильвестрова. И, собственно, в Москве ДК Рассвет уже ровно через неделю, 16 октября, все это состоится, и состоится это все за 12 часов, как я уже говорил, с полудня до полуночи. Я вообще против разного рода марафонов, вот таких вот забегов, похожих на спортивные, против, когда это происходит в творчестве, когда это касается музыки, потому что чем больше объема, тем, как правило, меньше качества. И мы в современном музыкальном мире очень часто подобный подход наблюдаем, когда человек, тот или иной деятель искусства, гонится за количеством и очень сильно теряет в качестве. И я честно скажу, я бы не стал делать ничего подобного, если бы это не касалось Скрябина. Скрябин для меня совершенно особая фигура, и это тот композитор, в которого я люблю погружаться. Я тут как-то встретил комментарий такой, не помню где, возможно, под одним из моих видео недавних, что, мол, Скрябин – это как некое такое хорошее вино или деликатес, что его хорошо, как бы так, по чуть-чуть. Но мне кажется, это сравнение немножечко, ну, не побоюсь этого слова, глупое, потому что сравнивать музыку Скрябина именно с какой-то гастрономией, с парфюмерией даже, по-моему, сравнивали. Ну, это как-то немножечко, ну, глупо, действительно. Для меня Скрябин – это стихия. Чтобы понять стихию, стихия ведь – это вещь непредсказуемая, изменчивая и очень объемная. Вот чтобы понять стихию, в нее нужно действительно погрузиться. И в Скрябина я, я об этом тоже уже рассказывал, я погружался с детства и болел действительно этой музыкой. И если бы это был какой-то другой композитор, то я бы, наверное, ну, скажем, Шопен, да, тоже, наверное, может гипотетически представить пианиста, который захотел бы, наверное, ну, или мог бы, если бы было такое предложение, сыграть всего Шопена, или все сонаты Бетховена, или что-нибудь в этом роде. Ну, мало ли композиторов фортепианных. Ну, вот, я согласен на подобное, только если речь идет о Скрябине, потому что, ну, для меня это особая фигура. И мне интересно не только самому попробовать погрузиться в Скрябина, вот именно так, чтобы полностью, чтобы пройти сквозь все его фортепианные опысы от начала до конца, но и предложить людям это сделать, потому что Скрябин в каком-то смысле в нашем мире еще не настолько открытая величина. Ну вот, а мотивация главная, это то, что мне предложили, и я, в общем, поразмыслив, подумал, что, ну, живем мы один раз, и, в общем, не отказался. Живем один раз, такое погружение в Скрябин, оно и запомнится надолго, и, в целом, ну, это такой какой-то опыт, который мне показалось, что стоит получить. Ну и пару слов скажу о том, как, собственно, это все будет происходить. Я буду играть все опусные, как я уже говорил тоже в одном из предыдущих видео, все опусные сочинения Скрябина. Фортепианных опусов у него, если исключить все симфонические, меньше 70, то есть исключаем три симфонии, поэм Экстаза, Прометеи, фортепианный концерт, который тоже написан для фортепиана, но тут нужен оркестр, прелюдию мечты, и у него еще два опуса, 50-й и 55-й, просто отсутствуют. Сейчас не буду углубляться в арифметику и считать, сколько точно получается фортепианных опусов, ну, где-то между 60-ю и 70-ю. Это 10 часов звучания музыки, и я буду играть, ну, почти в хронологическом порядке, я решил разделить всю программу на 10 таких мини-концертов или отделений, то есть, получается, концерт в 10 отделениях будет. Собственно, это будет 10 часов музыки, чуть меньше, может быть. Буду я это все играть, не все наизусть буду играть, точнее, что-то буду играть по нотам, потому что не хочу терять в качестве. Понятно, что какие-то опусы даже по нотам будут с большими, скорее всего, потерями, может быть, какие-то даже я вообще не смогу сыграть, пока ничего не хочу загадывать, но даже те произведения, которые я играю давно, некоторые из этих произведений, я буду играть с нотами. Для меня это такой момент, немножко даже болезненный, потому что я давал себе за рук, что я на концертах буду стараться всегда играть все-таки без нот, то есть, ну, есть у нас пианисты, которые любят себе поставить нотки, так вальяжно расположиться за роялем и присесть слегка, и что-то там такое сыграть, не особо позанимавшись. И мне всегда это как-то не нравилось, потому что ноты, они все-таки сковывают, и это такое немножечко неуважение как к музыке, так и к слушателю. Вот, но здесь, в данном случае, ноты, они себя оправдывают в таком огромном проекте, потому что, ну, физически невозможно держать 10 часов музыки, сложной, многонотной, с такой насыщенной фактурой просто в голове. Ну, невозможно, поэтому, ну, где-то примерно половина всего будет сыграно по нотам. Ну, и пару слов еще скажу о том, как, собственно, я распределил по отделениям вот эту всю мою скрябинскую программу. Она будет тоже вся в описании или в закрепленном комментарии, но поясню. Это будут 10 отделений по примерно 50-55 минут, и это будет не точный хронологический порядок. То есть начнется, да, все с первого опыса, закончится поэмой к пламени, но опысы не будут идти строго подряд. Я все-таки решил сгруппировать по жанрам. То есть вот у меня первый концерт или мини-концерт отделения, я не знаю, как это назвать, будет называться «Начало». Это будут первые три опыса. Потом будет такое программное отделение, посвященное первой сонате и трагическому мироощущению Скрябина, где он переиграл левую руку, вернее, это выражается в музыке его личная трагедия, связанная с тем, что он переиграл правую руку. Там первая соната будет, которая заканчивается травмным маршем, и две пьесы для левой руки. Потом будут этюды, вторая соната. Потом я решил сгруппировать по жанрам. Будут концерты из экспромтов и двух сочинений средней формы. Это концерт на Олегре и Полонез. Потом будут циклены 47 прелюдий, которые были Скрябину заказаны Беляевым. Было заказано 48, Скрябин написал 47. В какой-то момент у него тональности начались повторяться. В том числе в этот такой цикл входит 24 прелюдиокс-11, которые в итоге были изданы одним циклом, не 48, а 24. Потом будут мазурки и третья соната. Потом будет отдельный концерт, но дальше будут опять прелюдии среднего периода уже. Потом будет отдельный концерт, посвященный такому жанру, как поэма. Скрябин, собственно, этот жанр этим жанром обогатил фортепианную музыку. Именно фортепианных поэм для него в таком количестве никто не писал. Ну и дальше будет еще два концерта, уже движение к позднему периоду творчества, но опусы будут идти не подряд. И заканчивать я буду не 74-м опусом, а 72-м поэме к пламени. То есть это будет такая финальная точка. Я думаю, что, собственно, это пламя, оно будет возгораться уже ближе к полуночи. Ну, вот как-то так. Одним словом, приходите в ДК Рассвет. Не обещаю, что я не помру на протяжении концерта. Не обещаю, что не будет каких-то грандиозных потерь в моем вот этом всем выступлении. Но я постараюсь. Сейчас у меня осталась неделя. Я не знаю, как я все успею, но я пытаюсь, стараюсь. И какие-то произведения наверняка будут сыграны на кураже, будут сыграны хорошо, особенно те, которые я играю давно, и те, которыми я так наиболее плотно сейчас занимаюсь. В основном, это ранние сочинения. Я сейчас как-то больше погрузился в раннего Скрябина. Но позднее у меня традиционно тоже, по-моему, получается хорошо. Вот, так что приходите. Билет действительно на все мероприятие. То есть, купив билет, вы сможете попасть как на все целиком. Советую, кстати, отвлечься от того, что будет происходить через неделю. Сейчас у нас очень динамично развиваются события в мире. И вообще неизвестно, доживем ли мы до следующей недели, до следующего воскресенья. И вообще, что будет, что будет в стране, что будет вокруг, что будет происходить. Но, мне кажется, это очень хороший способ отвлечься и погрузиться в мир искусства, напитаться каким-то вот позитивом и светом. И ощущением творческого акта, что вообще характерно. это ощущение, оно характерно для музыки Скрябина, для того, что он делал в жизни. И это то, что нужно, мне кажется, сейчас. Так что, приходите и вот давайте вместе пройдем, попытаемся, по крайней мере, это сделать, пройти сквозь всего фортепианного Скрябина. Не претендую на то, что это будут какие-то идеальные исполнения, хорошее исполнение, повторюсь, безусловно. Я к этому готовлюсь. Я сейчас в хорошей форме, потому что, ну, я занимаюсь по 8-10 часов в день практически сейчас. И у меня руки в очень хорошей форме, аппарат, голова. Вот, стараюсь высыпаться, по мере возможности, не отвлекаться ни на что. Хотя это сложно. Если говорить о том, что происходит вокруг, очень сложно концентрироваться все равно. Но, интересная жизнь, интересный период и в моей жизни, и вообще. И, ну, вот, как-то все так закрутилось в мире. И год сложный, у меня год сложный, и в мире год сложный. Ну, и это год Скрябина. Может быть, это символично и симптоматично. Попробую, может быть, завтра, в перерыве, на Бусти для моих друзей, подписчиков, кто подписан на Бусти, записать то, как я готовлюсь к этому. То есть, ну, раскрыть какие-то такие детали своей творческой мастерской. У меня тут вот разложены ноты. Ну, покажу, в каком порядке они у меня лежат. Расскажу, как я занимаюсь, как я выучиваю очень быстро новый текст. Пару таких секретов открою. Так что, если кто не подписан на Бусти, подписывайтесь. Там, кстати, еще заготовлено несколько роликов у меня. которые сейчас просто нет времени монтировать. Кстати, для Ютуба тоже заготовлено. Я наснимал разный материал. И буду постепенно выкладывать. Так что подписывайтесь на Бусти. Приглашаю еще раз. Те, кто не подписан, подписывайтесь на Ютуб. И на Дзен. В зависимости от того, где вы смотрите это видео. И приходите 16 воскресенья в ДК Рассвет. Начало, первый концерт, 12.00. Окончание примерно в полночь. Увидимся.